Погоду в доме Раисе Семеновой несколько лет предсказывали синоптики. Если за окном идет дождь, то и в квартире можно было раскрывать зонтик и ставить посуду набирать воду. Женщина сотни раз обращалась в управляющую компанию. Писала во все инстанции, чтобы в доме отремонтировали крышу. Но результат один. Ненастную погоду приходилось пережидать, сидя дома в дождевике. А здесь вот дыра прям подсветает. Прогнило, все пролилось, пролито было все насквозь. Билось и так, и сяк. Летом прошлого года управляющую контору «Альтернативы» лишили лицензии. На смену ей пришла муниципальная компания «Жилсервис». Тогда впервые Раиса Семенова увидела во дворе дворников. А потом и вовсе чудеса начались, рассказывает женщина. Сначала заменили теплотрассу, которая обеспечивает теплом весь квартал. А после раскопок сразу же привели двор в порядок. Работу коммунальщиков контролировал директор новой компании Станислав Максимов. Ему и рассказала жительница о своей беде, прохудевшейся крыша. Они в ноябре хотели, но здесь дожди начались. И вот вдруг не с того, все приезжает и кроет крышу. Вон половинка, видите? Половина металлом вот с той стороны. И металл принесли, все они сделали в течение трех дней. Решать коммунальные проблемы Самарского района взялась муниципальная компания «Жилсервис». Она приняла дома, брошенные на произвол судьбы управляющей конторой «Альтернатива». «Жилсервис» поставил перед собой жесткие сроки исправления ситуации – пятилетку в два года. К работе приступили в прошлом году. Сначала взялись за ремонт теплотрасс и тепловых узлов. Это позволило дать тепло в Самарском районе с началом отопительного сезона. В прошлые годы жители некоторых домов могли мерзнуть до самой зимы. Кроме того, из-за ветхих труб в Самарском районе постоянно случались порывы. Теперь, говорят коммунальщики, там, где поменяли трубы, об этом можно забыть. Еще одна сложная задача – привести в порядок почти все дома Самарского района. Их около полутора тысяч. Многие ветхие, некоторым из них по 200 лет. «Это не коммерческая организация, которая может исчезнуть, обанкротиться или вывести деньги в другой регион. Администрация города, конечно же, поставила амбициозные задачи перед управляющей компанией, несмотря на все сложности, которые у нее есть. Уже в этом году их снабдили техникой – это автопогрузчики, КАМАЗы, трактора». Пример Самарского района вдохновил и жителей Советского. Сменить управляющую компанию жители четырех домов по улицам Дыбенко и Советской армии решили еще в июне прошлого года. Слишком уж много претензий накопилось по обслуживанию к прежней управляющей компании. И на общем собрании проголосовали за новую, муниципальную компанию. Однако расстаться с прежней оказалось не так-то просто. Квитанции на оплату коммунальных платежей приходят до сих пор. И каждый раз сумма долга в них растет. Долгов перед управляющей компанией нет, говорят жители. В подтверждении показывают оплаченные квитанции. «До 1 июня я проплачивал». Чтобы заставить людей заплатить, привлекали даже коллекторов. Жители жаловались в прокуратуру и ОБЭП. «Со своей стороны мы выполнили все по закону. За два месяца мы поставили в известность и управляющую компанию, и администрацию Советского района. То есть они продали долги этой коллекторской службы, как они нам объяснили. Мы продали эти долги коллекторской службы. И мы не в праве им что-то указывать». Сейчас дома обслуживает муниципальные управляющие компании «Жилсервис». Эта организация создана в прошлом году специально для работы в исторической части города со старым жилым фондом, куда не хотели выходить коммерческие организации. В их ведении все старые здания Самарского района. Это больше 1300 домов. Работы много, меняют изношенные коммуникации, убирают территорию. Летом за счет городского бюджета закуплена новая современная техника. С ее помощью удалось вывести уборку района на новый уровень. «Многие управляющие компании коммерческие подтянулись к нашим стандартам. Просто-напросто видят, что как у нас работа поставлена, что у нас меньше жалоб выходит. Поэтому им приходится как-то вот к нам смотреть на нас и подтягиваться за нами. Ну, в принципе, глава и губернатор этого и добивались, чтобы у нас какая-то конкуренция здоровая была. Можно работать даже в Самарском районе на 6-й и 7-й категории. И можно все это нормально выполнять. И не говорить, что денег не хватает, техники не хватает». После обращений жителей компания «Жилсервис» вышла и в Советский район. Обслуживанием жители довольны. И возвращаться к прежней организации не хотят. «Впервые, как только перешли в новую компанию, почувствовали, что действительно люди занимаются два раза в месяц, а не три раза в месяц. По мере необходимости приходят уборщицы, моют лестничные площадки, подоконники моют, потом мусорные крышки. Все это, вы знаете, приятно жить стало». Сейчас в Самаре работают три муниципальных компании – «Жилсервис», «Универсал быт» и «МПСО». Они обслуживают пятую часть всего жилого фонда города. Муниципальные управляющие компании должны задать новый стандарт оказание услуг на местном рынке ЖКХ. Они займут место тех десяти управляющих компаний, которые так и не смогли подтвердить качество своих услуг и лишились лицензии. В открытом конкурсе определили, какая из трех муниципальных организаций какими домами будет управлять. Сразу же в муниципальные компании набрали новых сотрудников – дворников, слесарей, мастеров. Решили вопросы с помещениями и закупкой спецтехники. На это из городского бюджета выделили 50 миллионов рублей. Сейчас муниципальная компания «Жилсервис» намерена задать и стандарты капитального ремонта домов. Компания добивается права самостоятельно делать капремонт домов, которые сама же и обслуживает. С такой инициативой руководитель обратился к руководству города и получил зеленый свет. Сейчас капитальный ремонт домов делают компании, к которым управляющая организация никаких претензий по закону предъявить не может. Это только право жителей. Но обслуживать потом дома приходится именно управляющей компании, говорит Санислав Максимов. Сделали неправильно трубы положили, неправильно замки сделали на листовом железе. В конце концов, это же негатив жильцов потом и выливается на управляющую компанию. Мы все равно становимся виноваты, хотя делали даже не мы. Здесь даже дело не в том, что сотрудники есть. Мы, в принципе, также можем нанимать и субподрядчиков. Но контролировать работу субподрядчиков мы будем сами. Мы знаем, чтобы у нас крыша через полгода, через год не потекла, мы будем с них требовать так, как нужно сделать нам. И как строго у нас написано в технической документации. Сейчас инициативу подхватили и две другие муниципальные компании. Они тоже добиваются такого права – делать капремонт домов, которые находятся в их управлении. Все жильцы должны жить в нормальных, комфортных условиях. У нас не должно быть такого, что кто-то живет хорошо, кто-то плохо.